Всем привет! Да, я знаю, что вышло видео Цацулина, мне ссылку прислали там про мясо и прочее, но у меня сессия и на хорошее видео, так сказать, на те, которые обычные западные блогеры, которые живут за счет YouTube финансово, то есть получают больше тысячи или двух тысяч и так далее долларов и, конечно, инвестируют дофига времени, вот его как раз времени у меня сейчас нет, потому что сессия. Но есть время на обсуждение другого исследования, в том числе, которое показывает, оно 2017 года и оно по BMI, соответственно, каким-то флуктуациям и сколько среди населения жирных, блин, я все, хватит формальный тон. Нет, во-первых, мое отношение к людям, у которых имеется лишний вес. Мое отношение в одном-двух предложениях. Ты, если ты считаешь себя жирным или тебя обзывают жирным, ты не жирный, у тебя есть жир, просто у кого-то его немножко больше, у кого-то немножко меньше. И можешь ли ты повлиять на эту разницу? Конечно же, да. Вот и все мои отношения. А делаешь ли ты все от тебя зависящее, чтобы все это уменьшить, жир, вес и прочий лишний вес снизить? Или не делаешь? Это уже, конечно же, твое дело. Вот спросили у президента Египта недавно, аль-зизи или аль-сиси, я не знаю, как по-русски это произносится. Думаю, лучше произносить зизи, известно своими эмоциональными реакциями, в принципе. Ну, тут, собственно, как и в России, да, чем, я бы сказал, отстали страна, тем ее правитель, ему достаточно на эмоциях играть своего населения, рассказывать там, о, в Украине, и мы их мочить будем там нашими ракетами, по нашему серверу, то есть в нашей игре там виртуальной, в нашем виртуальном мире, в котором Россия все еще из себя что-то представляет там, типа, ладно. Без политики, немножко, опять-таки, инъецировал такой, впрыск сделал, и египетское население, в том числе, делают очень много впрысков, отрезают, урезают. Я сейчас говорю о операциях против ожирения, в том числе коллега моя делала такую операцию, она страдает вот ожирением, получается, максимальное, да, больше 45, по-моему, по БМИ, и ей вот прописали, соответственно, все это оплатила здравоохранительная касса, я уже, по-моему, рассказывал, и сократили ей желудок, объем, и чтобы она жирала, наконец-то, меньше, и, конечно же, жир отсосали. То есть одновременно вот две такие операции, очень сложные. Коллега моего, коллеги, которого я уже не встретил, он умер от этой операции впоследствии. Так вот, в Египте вернемся, 10 тысяч, по-моему, операций проводится в год, что-то такое, по такого вот характера, но и по разным данным от 65 до 75% людей, всего из 98 миллионов населения, страдающих лишним весом, да, распространен лишний вес, в том числе Египет на первом месте среди, если не ошибаюсь, людей, страдающих лишним весом, в старшем возрасте, то есть больше 20 лет, и ссылочку на исследование, если не забуду, конечно, в описании добавлю. В том числе в этом исследовании тут, конечно, все оно гигантское, 195 различных стран проверялись, не смотрел, но я посмотрел длинный или полный объем этого исследования, по Египту именно, а в коротком про Россию стояло, я их тоже хотел с вами поделиться, в 2015 году составил, такая статистика интересная, связанные с БМИ, то есть лишний вес, ну или, соответственно, дистрофия, среди населения, хотя она гораздо реже, конечно, встречается среди населения, даже если братья очень бедное население, и как-то по трудовым годам, годы жизни скорректированные по нетрудоспособности, специально вбил, видишь, я уже подготовился к видео, так что не давай-давай, в любом случае, в России самая высокая, да, эта страна на первом месте среди тех стран, у которых с БМИ связаны проблемы или вот с какой-то инвалидностью, то есть люди действительно в России в том числе страдают лишним весом, ожирением, и в России тоже курение и прочее развитое, и тоже в этой связи интересно было рассмотреть то, как преподнесли это исследование в СМИ, то, как египетский президент, в принципе, отреагировал, как я уже сказал, довольно-таки эмоционально, он сказал всем худеть, и сказал, что он сам бывший военный, как же так, для диктатора, конечно, нужно быть бывшим военным, чтобы по службе не продвигали жирных или страдающих отжирений людей, в том числе он сказал, зачем, почему мы с собой делаем такое, как мы позволяем себе это, и вроде как он на велосипеде тоже ездит, если, вот, картинки, если я нашел, они обязательно всплывут, но это, конечно, все показуха, потому что сам президент страдает, король ты голый, у него тоже лишний вес, и позиционирование СМИ, что виновата в этом? В Египте, конечно же, виновата в том числе то, что очень много фастфуд, там, я могу себе представить, Макдональдс, Бергеркинг и другие, перенеслись в Египет за последние 30 лет, и, конечно же, ожирение, все это возросло, в том числе, там, культурные какие-то различия, в том плане, что египтяне видят себя очень богатого, тем человеком, у которого очень много времени для расслабухи и, в принципе, для малого количества активности, то есть это вот для них идеальный образ жизни, это вот такая культура, да, культурная разница бывает, с этим нужно считаться, но в СМИ, которые вещают не на Египет, а на Германии, рассказали же, конечно же, о ФАНТИ, о том, что сахар, 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 диабетиков очень много, и, соответственно, диабет приводит, в том числе, там, к сердечным всяким заболеваниям, люди, короче, помирают, и сахар виноват, конечно же, во всем, хотя сахарная болезнь, сахарный диабет, да, называют, не по иронии судьбы с сахаром-то как раз и в меньшей степени связан, то есть сахар увеличивает инсулиновую чувствительность, то есть инсулин лучше вырабатывается, жирная пища увеличивает инсулиновую резистентность, то есть он хуже вырабатывается, потом это приводит в итоге к диабету второго типа, в данном случае, и об этом, конечно, умалчивается, то, что фастфуд пришел, связывает только с тем, что, значит, стало больше сахарных напитков, типа спрайт, фанта, севенап и прочих, а люди-то, когда заходят в Макдональдс, что, они пьют просто так, колу или фанту? Нет, конечно же, они едят все эти бургеры, картошки фри, жирнейшие просто, да, конечно, вот я картошку фри тоже вам показывал, кушаю, иногда быстро она делается из всего того, что очень-очень-очень быстро делается и вообще беспариво, картошку фри действительно мой ту-гоу вариант, потому что я ее только в духовке делаю, а там жира 3 грамма, около 3 грамм на 100 грамм продукта, то есть минимально абсолютно, и, конечно, в Макдональдсе так не делают, это все фритируют, да, то есть во фритюре или как это называется, в любом случае все это очень жирным становится и вызывает, конечно же, инсулиновую резистентность и приводит к диабету. Да, к сожалению, тут тоже бедные слои населения были указаны, то, что у них доступ к спортивным активностям нет, и в основной вывод, вот, который в статье, которую я читал, в Die Welt, было сказано, что государство, в принципе, виновата в том, что вот не может контролировать этот вопрос, спорт не для всех там и так далее, но, да, и писали, что, да, денег нет на, там, здоровое питание и прочее, но я тут вспоминаю Китай, как бы, да, настоящий Китай, да, не тех китайцев, которые там жрут в Макдональдсе и прочее, а нет-нет, конечно же, рис, рисовых китайцев, да, извините за эту стереотипную, возможно, ассоциацию, японцев, да, рис может позволить себе действительно каждый, рис, кукуруза, пшеница, несмотря на то, что я делаю, это эксперимент с gluten-free, картошка, да, такие вещи могут себе позволить, действительно, как раз вот бедные, что приходят с деньгами, так это приходят, там, золотые стейки, как у Франко Рибери, если не знаю, кто не слышал. В любом случае, это было все на сегодня, я надеюсь, это видео для кого-то из вас показалось полезным, интересным, если так, конечно же, оставляй комментарий, оценку и спасибо за внимание, если даже ты комментарий не видишь все равно, лайкай это видео, спасибо, до-до-до!